МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, как и год назад, первый круг европейского ралли-кроссового чемпионата завершался в Норвегии. Самый северный автодром в реестре ERC располагался в непосредственной близости от Полярного круга, так что только добраться туда участникам гонки чего стоило. Впрочем, все или многое компенсируется, ну, как минимум, красотой природы этих норвежских земель. Поистине заповедные места самые что ни на есть экологически чистые. Сам автодром был устроен в котловане карьера, где недавно еще добывали камень для строительства дорог. Теперь вот лучшие ралли-кроссмены Старого Света соревнуются на трассе с перепадом высот больше, чем в 30 метров. После четырех проведенных в Англии, Франции, Австрии и Венгрии этапов пилоты, которые участвуют в чемпионате Европы на постоянной основе, уже сформировали группу лидеров и группу преследователей тех самых лидеров. Так что гонка в Норвегии подводила промежуточный итог состязанием спортсменов в трех зачетных группах. В самом престижном классе полноприводных и мощных автомобилей в дивизионе Суперкарс россиянин Тимур Тимирзянов возглавлял рейтинг пилотов перед норвежским этапом сезона. Citroen DS3, построенный командой Кеннет Хансен Моторспорт, здорово зарекомендовал себя на всех этапах сезона, в которых выступал особенно в Австрии и Венгрии, где Тимирзянов стал победителем. Теперь же в Норвегии Тимиру предстояло ехать на новой машине, также Citroen, также DS3, но пока не участвовавшем в евробоях. По этому случаю, как нам показалось, пилот не испытывал тревог. Снова взяли предыдущий автомобиль, то есть все под той же технологией. Она немножко легче. Вообще буквально килограмм в десять. Все остальное, все то же самое. Поэтому для меня большой разницы нет, что старый, что новый автомобиль. Конечно, приятнее, когда ты первый хозяин автомобиля. Это как-то восстанавливает, дает больше уверенности. Что ж, первое деловое сотрудничество пилота и машины на норвежской трассе получилось продуктивно. Тимирзянов показал лучшее время прохождения круга дистанции, значит, машина умеет ехать быстро. Вторым на стадии хронометрии в дивизионе суперкарс на норвежской трассе был американский пилот Таннер Фоуст, который пилотирует Форд Фиест. На борту американской машины второй стартовый номер. Это означает, что в предыдущем сезоне Фоуст был серебряным в Европе. Между Фоустом и Тимирзяновым как раз и предполагается основное соперничество за титул лучшего ралли-кроссмена Старого Света 2012 года. Впрочем, включиться в чемпионскую гонку еще не потеряли перспектив целый ряд пилотов. И все они ненамного отстали от Тимирзянова с Фоустом в контрольных заездах. Норвежцы Лиссен и Хваль, англичанин Доран, Шевет Вальфрендсен, французы Палье и Жени показали близкие друг к другу секунды и обозначили тем самым конкурентно способную и интригующую гоночную перспективу в дивизионе Суперкарс. Программу первого дня соревнований составили свободные тренировки, хронометрируемая тренировка, завершали заезды первой квалификации, в которых приняли участие 23 пилота дивизиона Суперкарс. По традиции начинают серию пилота, которым не удалось проявить себя в должной мере в хронометрии. Так в первом заезде стартовали эстонец Андрей Йоун, швед Томас Андерсон, бельгийц Йос Янсен и норвежец Тейн Эгел Йенсен. Можно сказать, все потенциальные аутсайдеры. В этой кампании наиболее перспективным можно было считать норвежского пилота. Йенсен со старта уехал в Джокер Лэб и потом с каждым кругом все улучшал и улучшал свою позицию. Причем ехал он в заезде квалификационном быстрее себя, в тренировочном, на секунду с лишним. Форд Фокус под 24 номером выиграл заезд и время Стейна Эгела Йенсена было с перспективой на финальную стадию. Он 12-й в первой квалификации. Соперники за пределами 20 лучших результатов. Во втором заезде составчик был, скажем так, посерьезнее. Те же Гутторм Линдефилл и Петр Хёртстрём могли показать время первой десятки как минимум. Но Линдефиллу не повезло на старте. Он поехал в Джокер, причем в сопровождении двух соперников уже на первом круге. А вот Хёртстрём-то уверенно взвалил на себя бремя лидера заезда и далеко уехал от преследователя. Но вот только до финиша Петер Хёртстрём не доехал. Сломался рычаг и Шкода Фабия под 31 номером сошла с дистанции. А заезде теперь заправлял Форд Фокус под 79 номером. Кнутове Базарт. Давненько не видали мы этого норвежского мастера в составе участников этапов чемпионата Европы. Тем не менее, квалификацию, как видим, норвежец не растерял. Выиграл заезд первой квалификации и показал «Ого, седьмое время!». Заявленный нами как один из фаворитов Гутторм Линдефилл финишировал только в 14-м времени. Так что в теории Петер Хёртстрём, тот, что сошел с дистанции, мог и в пятерке приехать. Но на практике его машину эвакуируют в парк погрузчиком. Довольно интересным получился третий заезд первой квалификации «Суперкарс», в котором стартовали и Проктор, Жени, Де Кирсмахер, Андерсон и Холтон. Перспективно других в этом составе считался француз Де Ви Жени. Так что когда на следине первого круга дистанции он объехал лидировавшего до этого Кемина Проктора и возглавил заезд, можно было с большой долей вероятности рассуждать о грядущей победе Де Ви Жени с хорошим временем. Однако француз решил уже на втором круге поехать в «Жокер» траектории и сам себе спутал карты, что называется. Мало того, что Проктор опять вперед пропустил, так еще и вторую текущую позицию проиграл. Норвежцу Стейну Роджеру Андерсону, который не выступает на всех этапах Евросезона, а едет только домашние этапы соседские. И едет весьма неплохо, как виден. Так в заезде первой серии Андерсон еще и лидерство захватил на третьем круге, тогда как записной фаворит Де Ви Жени снова сплоховал. Кевин Проктор опять же оказался впереди него, даже преодолев Джокерла. Тут уже вовсе все разладилось у француза, иначе как объяснить, что на заключительном круге дистанции он уже четвертый. Еще и после Даниэля Холтона, который впервые, кстати, ехал еврогонку на машине Суперкарс. Вольво C30 Холтон арендовал соотечественника Фрода Холта, взявшего паузу в выступлениях в Европе. В общем, без сюрпризов не обошлось. Хозяин машины Фрод Холт лично наблюдал за выступлением Даниэля Холтона и остался доволен работой молодого пилота. «Мы хотим с Даниэлем проехать два этапа в чемпионате Европы – здесь, в Норвегии и следующий в Швеции», – говорил Фрод Холт. «А потом будем думать о будущем. Пока я вижу только то, что у Даниэля есть задатки лидера, и, возможно, у него в ралли-кроссе в Суперкарах все сложится благополучно». Что ж, посмотрим. Ну а быстрым третий заезд первой квалификации Суперкарс не был, но его победитель Стейн Роджер Андерсон с восьмым временем в квалификации может строить перспективный план. Четвертый заезд Суперкаров. И здесь уже все по-серьезному, по-напряженному. Вальфрадсон, Хваль, Палье и Фоуст вышли состязаться на дистанцию. Таннер Фоуст и Жан-Люк Палье покатили по основной траектории Александр Хвалисти голов Вальфрадсон через Джокерлэп прямо со старта. Возможно, швед Вальфрадсон и не поехал бы в Джокер, но с четвертой стартовой дорожки ему в такой кампании деваться некуда было просто. В общем, разделились на пары без контактных притязаний. Все четыре пилота этого заезда были быстрыми в хронометрии и рассчитывали к квартетам показать быстрое перемещение в квалификации, исключая, конечно же, контактный вид борьбы. Возможно, пока. И все же Таннер Фоуст выделялся в этом составе. Скоростью его Форда Фиеста прежде всего, конечно же. С каждым новым кругом его отрыв от преследователей становился все больше, а в победе именно американца в этом заезде никто и не сомневался. На второй позиции уверенно держался норвежец Александр Хваль. На роль лидера в заезде с Фоустом он пока не тянет, но свое охраняет грамотно и передвигается по трассе на Ситровинце 4 довольно быстро. Не случайно в хрометрии Хваль был четвертым. На последнем круге дистанции Фоуст отправляется в Джекер Лэб и спокойненько возвращается на основную траекторию лидером с запасом, причем очевидным. Хваль второй, Вальфротсон третий, ну и Полье в том заезде четвертым, замыкающим. Хотя десятое время для замыкающего вполне нормальный результат. Победа Таннера Фоуста в заезде первой квалификации с лучшим пока временем среди тех пилотов, что уже проехали, делала американца фаворитикой. В заезде первой серии машина проявила себя очень подвижной и послушной на непростой норвежской трассе, говорил позже Таннер Хоуст. Но есть ощущение, что можно было проехать еще быстрее. В паре моментов я немного ошибся. Кто может улучшить время Таннера Хоуста в первой квалификации? Вариантов ответа на этот вопрос было четыре. Столько пилотов стартовали в заключительном заезде серии. Мортин Бернингрут, Лиам Дарран, Мац Лисен и Тимур Тимирзянов. Россианин как обладатель лучшего контрольного времени стартовал по первой наиболее выгодной дорожке и возглавил заезд, прихватив с собой на основную траекторию англичанина Дарран. Норвежцы Лисен и Бернингрут в дебюте преодолели Джекер Лэд. Пока все по сценарию предыдущего заезда, в котором солировал Таннер Хоуст. Тимур Тимирзянов стартовал чуть медленнее американца и теперь стремился нагнетать темп по ходу заезда. И совсем неплохо, что в зеркале заднего вида не кто-нибудь, а Лиам Дарран – агрессивный англичанин, дополнительная концентрация только во благо Тимурки. На втором круге ничего в расстановке пилотов в заезде не меняется. Тимирзянов по-прежнему ведет за собой конкурентов, но промежуточная информация такова. По ходу второго круга дистанции темп Тимирзянова не выше, чем у Фоуста заездом ранее. В соперничестве равных пилотов и машин счет идет на десятые, а то и сотые доли секунды. И пока россиянин уступает американцу. Третий круг дистанции наконец-то успокоил команду инженеров Кеннета Хансона до самого 40-кратного еврочемпиона. Его российский подопечный практически ликвидировал временной дефицит. Разом отыграл две десятки. Англичанин Доран на этом фоне выглядел заметно скромнее и даже не вспомнил о прохождении Джекер Лэб. В общем, четвертый, заключительный дистанционный круг был во всех смыслах ключевым. Тимур Тимирзянов и Леон Доран в Джокере. И если россиянин спокойненько возвращается в лидеры, то вот вторая позиция англичанина уже под контролем норвежца Матса Лисона. Так что Доран смог опередить только ветерана паралекроса Европы Мортена Бернингру. Впрочем, заезд-то быстрый и даже третий финиш в нем оказался для Леа Мадаррана благоприятным результатом. Пятое квалификационное время. Мац Лисон, второй финиш и третье время серии. Ну а Тимур Тимирзянов на последнем круге взял, да еще пять соток отобрал у Фолуста. И в итоге не просто победил в заезде, а показал лучшее время первой квалификации в дивизионе Суперкатс. Надо бороться, надо ехать дальше и искать где-то, где можно еще отыграть время. Далее в программе смотрите. Насыщенный событиями второй день норвежской гонки подарил немалый интриг в соперничестве пилотов Суперкарс чемпионата Европы по ралли-кроссу. Развязка сюжета была и вовсе драматичной, но хорошо все то, что хорошо заканчивается. Подробности и комментарии прямо сейчас в программе Студия Байк. Видеоспорт. Итак, продолжаем следить за развитием событий в соперничестве пилотов дивизиона Суперкарс в рамках пятого норвежского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года. Уже по итогам первой серии квалификационных заездов можно было очертить круг тех спортсменов, что способны вывести свои машины в финальную часть гонки. Вторая квалификация, даже несмотря на большое количество сходов участников, только подтвердила большинство прогнозов. Так, в первом заезде второй серии, если не сполна, то прилично реабилитировался швед Петер Хёдстрим. Соперников своих он обстановил легко и непринужденно. Шкода Фабия по 31 номерам, ко всему прочему, во второй серии еще и колесные диски поменяла на более яркие. Седьмое время Хёдстрима говорила пилоту «Не все пропало, дружище, трудись». Во втором заезде откровенно порадовал своих соотечественников Даниэль Холтон. В заезде с Дэви Жени, Гуттермом Линдефилом и Михаэлем Декирсмахером молодой пилот Volvo C30 под 49 номером выглядел достойным конкурентом. И отпраздновал победу в заезде, причем время, показанное Холтоном, было очень хорошее. Так что не зря говорил, видимо, Фроуд Холт про таланты своего подопечного. В третьем заезде Тон задавал другой Volvo C30, но тоже норвежский. Свейн Роджер Андерсон, быть может, ехал не так быстро, как тот же Даниэль Холтон, но всех соперников опередил. Правда, конкуренты в том заезде и сами себе палки в колеса вставляли неудачными действиями на трассе. Андерсон первый в заезде с пятым временем, Проктор второй с восьмым, Бернингру третий с девятым. На старте четвертого заезда автомобили Таннера Фоуста, Александра Хваля и Стига Олова Вальфрадсена. Как-то теперь проедет американский, пилоты смогут ли норвежец и швед составить ему конкуренцию. Фоуст без вариантов выигрывает старт и не езжает лидером по основной траектории. Хваля решил, что за Фоустом будет выгоднее, а Вальфрадсон поехал через Джокер Лэб. Все предсказуемо и логично. Четыре круга дистанции эта тройка пилотов ехала не меняя порядка. Несколько удивил Александр Хваль, что не решился заехать в Джокер Лэб без Таннера Фоуста, но и эта тактика могла принести успех, потому как на четвертом круге Хвалю не хватило совсем чуть-чуть, мгновения, чтобы вернуться с Джокер Лэба вторым. Со стороны показалось, что Стиг Олаф Вальфрадсон должен был уступить траекторию машине, которая выходит с Джокер Лэба, но судьи в этом столкновении интересов приняли сторону шведского пилота. Значит, все было сделано верно. Фоуст первый в заезде с пока лучшим квалификационным временем, Вальфрадсон второй с пока третьим временем и Александр Хваль, потерявший в контакте с Вальфрадсоном время, финишировал с 10-м показателем второй серии. Таннер Фоуст проехал дистанцию второй квалификации медленнее, чем сам же в первой, так что у Тимура Тимирзянова были отличные шансы показать лучшее время и досрочно заработать пол-позицию в главном финале горки. Тимирзянов стартовал в пятом заезде серии с Лисоном, Дараном и Базартом. Стартовал уверенно по первой дорожке и прогнозируемо уехал по основной траектории во главе заезда. Ситроен ДС-3 под третьим номером на борту будто летел над трассой и ничего не предвещало беды. Даран на аналогичной модификации Ситроена следовал за Тимирзяновым, но без шансов опередить россиянина. Оказалось, что обоим соперникам не суждено финишировать во второй квалификации. На третьем круге в повороте ломается рычаг правого переднего хлиса Тимирзянова и лидерскую машину разворачивает на 180 градусов. Однако Ильян Даран проехал всего 200 метров дальше и проброздил гору за пределами трассы по схожей технической причине. Так что Матс Лиссон получил подарок от конкурентов и оказался победителем заезда. Вот только время Лиссона было похуже, чем у Фолста и Холтона. Жаль, не случилось россиянину выполнить задачу максимум уже во второй квалификации. Но пилот не склонен драматизировать ситуацию. На правом кулаке сломался рычаг, его просто выруло от того, что, наверное, слишком было сильно, слишком много наехало на поребрик. Он здесь достаточно такие серьезные высокие поребрики. Я думаю, это повлияло на то, что рычаг просто обломался на две части. Все бывает нормально сейчас. Ну что, мы установим, поедем в третью серию. Неудачники второй квалификации начинали третью серию заезда между собойчиком, можно так сказать. Конечно, были и другие соперники, но шансы Тимур, Тимирзианова и Лея Мадарана все равно были повыше. Россиянин и англичанин расстались сразу же после старта. Даран поехал в Джохер, Тимирзианов по основной траектории. Сопровождать Тимирзианова вызвался Петер Хетстре. И все четыре круга висел швед на хвосте у машины Тимирзианова. Но этого было недостаточно, чтобы птичку удачи схватить за хвост. Потому как на четвертом круге была неминуема встреча Тимирзианова и Дарана. И Хетстре между ними уже не уместился. Тимирзианов выигрывает заезд и показывает время лучшее, чем у того же победителя второй серии Таннера Фоуста. И теперь дожидается, кому удастся проехать быстрее него в третьей квалификации. Желающих, понятное дело, было много. Вот только не все могли ехать быстрее, чем лидер. Ни во втором, ни в третьем заездах серии близко к Тимирзианову никто не подобрался. Ну а слишком отчаянные даже в некоторых переделках побывания. Причем отчаянные поступки с нежелательными последствиями, как видим, свойственны не только новичкам, но и сторожилам европейского чемпионата. Этот переворот на крышу болельщикам подарил норвежец Мортин Бернингрут. К счастью, здоровью пилота ничего не навредило. Но скорая помощь в таких случаях на трассе появляется обязательно. В четвертом, абсолютно норвежском заезде, Макс Лисен на правах более опытного в европейском ралли-кроссе экзаменовался отечественников Андерсена и Холдена. Победа, надо сказать, не была для Лисена легкой, потому как соперники тоже показали высокий класс. Но даже победив в заезде, Лисен не улучшил времени у Тимура Тимирзянова. А значит, только участники заключительного заезда третьей квалификации были способны сместить россиянина с первой строчки протокола дивизиона Суперказ. После второй серии, после поломки, как сломал рычаг, оказывается, была согнута стойка. В третьей серии она показала себя, что правая сторона, переднее колесо, никак не управляется, и на ямах не могу я нормально ехать, потому что меня отбрасывает постоянно, выбивает руль из рук. Фууст, Вальфредсен и Хваль как раз были теми, кто мог подпортить статистику Тимура Тимирзянова. Партнер по команде Кеннета Хансона Александр Хваль все три квалификационных заезда проводил Станнером Фоустом. Не выиграл ни одного, но третий оказался самым удачным. Александр Хваль проехал быстрее, чем Тимур Тимирзянов. Понятно, что победитель заезда, американец Станнер Фоуст, был еще быстрее, и именно ему достается пол позишн в финале А норвежского этапа чемпионата Европы. Фаворит подтвердил свой статус и теперь усердно трудится, раздавая автографы и фотографируясь с болельщиками норвежцы. Особенно труден и тернист путь тех пилотов, что смогли квалифицироваться в финал категории С. Восемь машин стартуют, две лучшие почти без паузы в случае успеха готовятся стартовать в Б-финале. Так вот, в Норвегии в 2012-м С-финал удалось пройти французу Жану Микополье и бельгийцу Михаэлю Декирсмахер. Причем Декирсмахер изо всех сил старался подсластить пилюлю, прямо скажем, неудачного выступления в стране викингов. Кроме этого, забраться повыше в итоговом протоколе значит получить больше зачетных очков. Смысл бороться был. Финал категории Б порой бывает напряженнее, чем А-финальный заезд. В Норвегии Свейн Роджер Андерсон на старте имел все шансы быть лидером, но перестарался. И в итоге остался на месте трагедии до окончания заезда. Героем Б-финала был, несомненно, достоин стать Петер Хёкстрен. Его Шкоди Фабии больше всех досталось от машины Андерсона в дебюте заезда. Но шведский пилот нашел в себе силы выбраться в лидеры заезда и вполне мог выиграть путевку в А-финал. Но за один круг до финиша потрепанная техника не выдержала нагрузок, и все. Для Хёкстрема гонка завершилась. Ну а в главный финал гонки из финала бы отобрались Даниэль Холтон, и это действительно успех, и Жан-Люк Пейлер. И теперь эта пара пилотов присоединится к компании конкурентов, которые пробились в А-финал напрямую. В её составе Александр Хваль, Мац Лисон, Лем Доран, Стеголов Вальфрансен, Тимур Тимирзянов и Таннер Фоуст. Всё готово, 5 секунд до старта. Отпускаем тормоз и поехали. Тимур Тимирзянов со второй позиции по второй дорожке отправляется до Джокер-Лэб. Туда же, прямо за Тимирзяновым, со второго ряда умещается Александр Хваль, ну а по основной траектории отправляется Таннер Фоуст, Даниэль Холтон и Лем Доран. Четыре машины через Джокер-Лэб. Опа, а это и первый сход. Даниэль Холтон уже на выходе с первого виража после старта останавливает свой Вольво Ц30. Похоже, рычаг левого переднего колеса машины Холтона не выдержал нагрузки двух финалов подряд. Итак, Фоуст впереди. На второй позиции Лем Доран. На третью выбирается Тимур Тимирзянов и его преследует Александр Хваль. Неплохой расклад для машин команды Кеннет Хансен Мотор Спорт, потому как в их активе есть уже просьбы Джокер-Лэб, а значит, можно стремиться к тому, чтобы догнать. И Лема Доран и Таннера Фоуста. На второй круг не решается. Уехать в Джокер-Лэб ни тот, ни другой, а потому у преследователей появляется дополнительный шанс сократить отставание от двух автомобилей лидер. По крайней мере, Тимур Тимирзянов уже на втором круге визуально не проигрывает Лему Дорану. Но впереди еще три круга дистанции, и всякое может случиться. Фоуст первый, Доран второй, Тимирзянов третий, Хваль четвертый, но уже в концовке второго круга Хваль опрессингует Мацлиссен. Повод, конечно же, есть, потому как Хваль явно под отстало Тимура Тимирзянова, и, похоже, у Хвали не все в порядке с техникой. Фоуст и Доран по-прежнему на основной траектории не едет ни тот, ни другой через Джокер-Лэб. Тимирзянов уже на третьей позиции, совсем близ котле Матарана, но пока порядок текущий не изменен. Мацлиссен еще одна попытка объехать Александра Хваль, а нет, Хваль сокрывает траекторию. Но чувствуется, что из последних сил обороняется Александр Хваль. Мацлиссен намерен обязательно на третьем круге прессинговать до конца своего норвежского коллегу. Но что это? У Тимура Тимирзянова явно не рулится машина. Посмотрим же пока за перемещениями в заезде. О-хо-хо! А это Сиголов Альфредсен. Одним махом объезжает и Мацлиссен, а Александра Хваль выбирается на текущую четвертую позицию. Здорово! На четвертый круг Таннер Фоуст отправляется через Джокер-Лэб и отправляется успешно. Возвращается на основную траекторию вторым. После Лиа Матарана и впереди Тимура Тимирзянова. Ну а Хваль вперед себя пропускает еще и Жан-Люка Пайлие. Да, действительно, что-то с техникой не так у Александра Хвалья. Ну а что не так у Жан-Люка Пайлие? Наверное, тоже технические неполадки, потому как в трех финалах подряд участвовала машина этого французского пилота. Итак, пятый круг. Отправляется на Джокер-Лэб Леан Даран. Тимур Тимирзянов по-прежнему едва ловит машину. Пробита задняя правая колеса у машины Тимура Тимирзянова. Это значит, что о победе речи уже быть не может. Даран возвращается на основную траекторию. Впереди машина Тимура Тимирзянова. Теперь россиянину за третью позицию нужно побороться. Да, без правого переднего колеса машина едет, конечно же, не с той уверенной скоростью, как в инфекционных заездах. И это понимает уже преследующий Тимирзянова Стивулов Вальфрунсен. Он жаждет выезда на третью позицию, текущую, за полкруга до финиша. Тимирзянов обороняется, как может, а ведь он умеет это делать и сохраняет для себя третью позицию. Все, финиш. Первым финишную черту пересекает Таннер Холлс, Соединенные Штаты Америки. Вторым Леан Даран, Соединенное Английское Королевство. Ну и третьим россиянин Тимур Тимирзянов. В первом круге чемпионата Европы 2012 года Тимирзянов участвовал в четырех из пяти этапов. Трижды заканчивал гонки на подиуме, две победы, одно бронзовое место теперь уже вот в Норвегии. Но эта бронза оставляет Тимура Тимирзянова на первой строчке рейтинга дивизиона Суперкарс. Да, по-моему, на третью кругу пробил заднее правое колесо. Сам даже, в принципе, не понял, где. И после этого учились проблемы, не мог управлять автомобилем, как бы ехал. Я видел, что могу их обогнать, но уехал третий, как бы это вполне возможно. Хорошо, что приехал третий, как говорится. Отлично. Все отлично. Еще и потому, что пилоты оправдали ожидания болельщиков и прогнозы специалистов. Подиумные в Норвегии Таннер Фоус, Лиэм Даран и Тимур Тимирзянов после первого круга чемпионата теперь уже обоснованные претенденты на Евро-титул. И, похоже, именно между этими спортсменами будет вестись борьба за победу в чемпионате. Хотя впереди еще пять этапов второго круга ралли-кроссового Евросезона. И загадывать действительно рановато. Будем только надеяться на удачу для пилота из России, Казани, Тимура Тимирзянова. Все подробности и этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года вы всегда сможете узнать в наших программах. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...